Вышли на открытый диалог. В Самаре состоялась встреча предпринимателей с сотрудниками контрольно-надзорных органов, представителями власти и общественных организаций. Традиционно подобные приемы проходят два раза в год в крупных городах губернии. Их проводят совместно прокурор области Сергей Бережицкий и бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко, чтобы выявить и помочь решить основные проблемы предпринимателей. Наша задача это открытость и доступность. Предприниматель должен понимать и знать, что он может всегда обратиться, он может всегда получить на свой вопрос ответ. А главное, сейчас уже по итогам трех лет нашей совместной работы предприниматель четко понимает, что они могут задать вопрос напрямую и получить на него ответ. Наиболее статичные проблемы касаются заключения соглашения по вывозу ТКО. Проблема наиболее часто приносима – это налоговое законодательство для предпринимателей, это оплата государственных и муниципальных контрактов. Только за 2023 год мерам прокурорского реагирования предпринимательского сообщества покажется задолженность свыше 200 миллионов рублей, которая образовалась по государственным и муниципальным контрактам. Встреча прошла в Самарском центре «Мой бизнес». На нее пригласили главу города Елену Лапушкину, руководителей профильных городских департаментов, начальника Роспотребнадзора, налоговой службы, МЧС и других ведомств. На встречу пришли более 20 предпринимателей Самары и области. У предпринимателей традиционно много разных вопросов, которые их беспокоят, и в том числе в части взаимодействия с надзорными органами, с прокуратурой. Конечно, это свидетельствует об открытости, о возможности быстро решать вопросы, которые тревожат самарский бизнес. В этот раз представители бизнеса обратились за помощью в разъяснении работы налогового законодательства программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса для реконструкции здания. Звучали такие темы, как тарифные ставки, формула оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям для нестационарных торговых объектов. Один из предпринимателей обратился к главе Самары с вопросом о разграничении сферы ответственности управляющей компанией и арендаторов по уборке и содержанию прилегающей территории, если объект находится в многоквартирном доме. У вас есть договор с управляющей компанией, которая обслуживает дом, в котором находится ваше предприятие, правильно? Да. Зона ответственности управляющей компании. В то же время, по словам главы города Елены Лапушкиной, в рамках муниципального контракта, который отвечает за работу по содержанию автомобильных дорог, муниципальное предприятие благоустройство убирает газон и тротуар вдоль дома, где находится предприятие. Задавали вопросы, связанные с повышением налога на имущество, в частности, нежилых помещений, включенных в перечень объектов административно-делового и торгового назначения. Предпринимателям разъяснили, что суммы рассчитанного налога могут зависеть от переоценки кадастровой стоимости объекта. Поскольку у нас таких обращений все больше и больше, мы смены общества провели уже ряд встреч по поиску решения по проверке объективности нахождения в перечне таких объектов, потому что решить вопрос иначе, чем оспаривание кадастровой стоимости либо исключение объекта из данного перечня невозможно. Одна из важнейших тем встречи – снижение административного давления на бизнес. В стране с 2021 года проходит реформа контрольно-надзорной деятельности, в результате которой сократилось число проверок МСП. Только за 2023 год прокуратурой области была отказана в согласовании 70% проверок бизнеса. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.